Всем привет! С вами Cardamon Club и я Ира Лямина. В рамках марафона «Учись расти» мы сняли серию полезных видео для вас. Спонсорами нашего проекта является посуда Gipfel – достойное качество для профессионального и домашнего использования. Peter Prof – одежду для кулинаров, которые хотят стильно выглядеть на своей кухне. Il Bakery – производитель ингредиентов достойного качества для лучших результатов. А кондитерский магазин Cardamon Club поможет выбрать все необходимое для вашего творчества. Всем доброго дня! В этом уроке мы с вами поговорим о таких замечательных шкатулках на 8 марта и на 23 февраля. Нам необходимо испечь вот такие бублики с бортами до 1,5 см. У меня таких в каждой шкатулке будет 5 бубликов. И по 2 таких круга, которые пойдут на дно и на крышку. Собирать и декорировать наши шкатулки мы будем айсингом. Айсинг мы используем или айсинг для взбивания и смесь кондитерская добавка или глосс. Подробную инструкцию по применению вы можете посмотреть на YouTube канале Cardamon Club. Мы будем делать два вида крепления наших колечек. Для этого нам будет необходим один айсинг густоты контур и второй айсинг густоты под цветы. Мы приготовили контур наш. Берем первое колечко и для того, чтобы нам сделать сборку очень аккуратную, чтобы у нас не было нигде видно нашего айсинга, мы проходим айсингом ближе к внутренней стороне, чтобы при соприкосновении колец он у нас не выехал наружу. И все было аккуратно и красиво. Вот таким образом аккуратненько прижать. Очень много айсинга нам не нужно. Буквально вот такую полоску. Миллиметра три шириной нам будет достаточно. Тоже самое мы проделаем со всеми колечками. Пока еще айсинг не полностью схватился, аккуратненько подровняйте бока, чтобы никакая из частей у вас не вылезала слишком сильно. Второй вариант сборки у нас будет с айсингом густоты цветы. Я взяла насадочку открытая звезда под номером 14. И сейчас мы сделаем сборку, чтобы у нас в местах стыков были красивые такие узоры из айсинга. Для этого нам нужно будет расположить айсинг ближе к внешней стороне. Вот такими маленькими запятыми. Работать нужно очень быстро, потому что айсинг густоты цветы, он очень быстро засыхает. Контуром такой узор не получится сделать, он у вас растечется. Будет не такой четкий. Берем колечко и стараемся сразу попасть ровно, чтобы нам потом не двигать верхнее колечко. Чтобы получить вот такой красивый ободочек. Присноровились, дальше можно собрать уже на дне и дальше выстроить ваши красивые колечки. Вот такой у нас вышел край аккуратный. Главное, чтобы бока были ровненькие-ровненькие. Если вам не нравится цвет пряника самого, вы можете с легкостью замазать его жидким айсингом. Для этого нам необходима кисть. Айсинг должен быть жиже, чем консистенция заливки. То есть прям такой жидкий, стекает легко с ложки. Даже намного жиже, чем сгущенное молоко. Его можно окрасить в любой цвет. Один пряник я сделаю беленьким, а другой пряник я сделаю голубым. Так как у нас здесь будет рисунок на основной части пряника, я буду окрашивать только боковинки. И немножко заеду на лицевую часть. Такая замазка очень быстро сохнет, очень удобна в работе. Поэтому я очень часто ее использую. В основном на пряниках, которые идут на торты. Так как еще такую замазку можно сделать цветной. И она подойдет совершенно к любому торту. Даже очень нежных оттенков. Таких как кремовый, бежевый, бледно-желтый. Ну, любой пастельный тона. В таком видео оставляем сушиться наш пряник буквально минут 10-15. Второй пряник обмазываем голубым. Оставляем их сок. Также у меня есть заготовки на две шкатулки. Это пойдет на 8 марта. Я выпекла небольшой пряничек. Он достаточно тонкий. И после того, как я его достала из духовки, сразу положила на железное колечко. И он получился вот такой формы. Когда остыл, он форму свою сохранил. Вот так на бок она будет присоединяться. А вторая деталь идет на 23 февраля. Тоже прикрепим ее к боковой части. Но для начала мы прокрасим ее в голубенький цвет. Потому что у нас голубой будет именно под 23 февраля. А вот эту деталь в белый цвет. Пока сохнут наши заготовки, мы с вами займемся крышечками. Крышечки я не буду делать обычной заливкой. Я возьму мастихин. Или можете взять нож. Можете взять шпатель. Как вам будет удобно. Беру консистенцию базы. Или контура. Беру пряник, который у нас уже с беленькими краешками, высохший. И аккуратно шпателем наношу тонкий слой. Такими хаотичными движениями. Если пряник у вас очень мягкий, аккуратненько держите на всю ладошку, чтобы он у вас не прогнулся. Вот такими вот движениями. Если что-то где-то будет вот так вот ребрами ложиться, ничего страшного. Это наоборот даже хорошо будет, красиво и фактурно. Такой способ очень быстрый. Быстро сохнет. И на 8 марта вы сможете затрачивать меньше времени для того, чтобы сделать больше заказов. Сильно, очень такие глубокие не нужно делать, конечно, рельефы. Потому что здесь у нас будут располагаться еще цветы и текст. Так слегка, совсем немножко. То же самое мы сделаем с нашим голубым пряником. Вот так две крышечки у нас готовы. Сейчас они остынут. И мы с вами начнем декорировать. Пока сохнут наши крышечки, я хочу обмазать уже застывшие колечки наши. Такой колодец красивый получается. Хочу обмазать вот эту вот боковую часть, чтобы полностью скрыть цвет пряника. Дальше вы увидите красота, которая получится у нас в итоге. То же самое мы проделаем с вами и с другой шкатулкой. Только очень аккуратно, чтобы сильно не забивать вот это пространство и не наслаивать дополнительный айсинг на вот эти наши узоры. Но цвет мы выберем, соответственно, голубой. Наша вторая шкатулка готова. Я дополнительно прошлась по бокам. Это можно делать, можно не делать. Только по вашему желанию. Я обмазала ее со всех сторон. Там, где будет располагаться наш элемент, я возьму немного айсинга, густоты контур. И аккуратно попробую сравнять всю эту поверхность. Вот так у нас должно получиться. Здесь будет наша деталь. Сейчас все это аккуратненько подсохнет. На этом элементе можно написать либо слово «мама», либо «имя». и вот так вот мы его потом немножко, закрепив айсингом, вот так вот на боку закрепим. Цифру 23 я сделаю красным цветом, густотой пайпинг. Пайпинг позволяет сделать бесконтурную заливку, и ничего у вас никуда не убежит. Я забываю красным цветом. Рэм курио. Пайпинг. В нашей шкатулке к 23 февраля мы будем рисовать такого котика. Перенесем рисунок мы простым способом, с помощью кальки. Потому что проекторы не у всех есть, не все могут красиво нарисовать. Не бойтесь работать с калькой. Все, что остается на прянике, в таких минимальных количествах, что переживать совершенно не за что. Располагаем по центру нашего кота. Картинку вы можете найти на сайте Cardamon Club. Распечатайте ее на формате А4. Он уже будет расположен на А4 формате в нескольких вариантах. Потому что у меня где-то 15 см или 16 см. Сама будет шкатулочка. Вы можете делать больше, меньше. Здесь не сильно принципиально. Котиков я сделаю разных. И так аккуратненько, сильно не нажимая. Обводим. Можете не полностью обводить, а вот штрихами. Я стараюсь штрихами, чтобы сильно не было черных каких-то линий. Потому что не всегда удается их качественно перекрыть. Аккуратно придерживайте в местах, где у вас будет айсингом залито бумагу. Вот здесь лучше не держать. Потому что, не дай бог, что это отпечатается, будет уже некрасиво. Старайтесь работать аккуратно, никогда не торопитесь. Потому что это повлияет потом на качество работы. Вот эти все мелкие детали, в принципе, можно не обводить. Потому что они у нас будут рисоваться уже сверху. И глазки, и носик. Но, чтобы руку поставить, можете, в принципе, это сделать. Аккуратно. Аккуратно. Вот такой котик у нас получился. Если вы что-то забыли дорисовать, как я, можете, в принципе, карандашом, буквально штрихом обозначить, чтобы не потерять деталь. Этот котик у нас будет нарисован при помощи черного контура. Черный краситель я использую Hansen, пастообразный, продается в Cardamon Club. Потому что красителя у вас уйдет не одна капелька, поэтому обязательно добавляйте сухого айсинга, чтобы у вас консистенция была не жидкая. Проверяйте обязательно перед работой, насколько айсинг держит форму. Провели, держит форму, не расплывается, все, можно работать. Обводим с вами все детальки. Черный контур не должен быть очень тонкий, потому что при заполнении всех деталей у нас может этот черный контур заплыть, если он будет очень... Очень важно контур делать не тонким, потому что все детали, которые мы будем заполнять, они должны у нас не заходить на черный контур. Тем самым мы подчеркнем такую мультяшность, и нам будет очень просто в работе. Наш котик готов. Сейчас мы будем заполнять подходящим по цвету айсингом. У меня будет рыжий котик, вы можете делать совершенно любого, можете серого, белого, неважно. Густоту буду я использовать пайпинг. Аккуратно ставим носик в уголочек, и круговыми движениями сразу разравниваем наш айсинг, не перекрывая черный контур. Делаем такую некую подушечку из айсинга. Посмотрите, какая подушечка у нас получилась из айсинга. Сейчас таким образом мы зальем всего нашего котика. Цвета можете использовать совершенно любые. Еще огромным плюсом такой заливки является то, что мы можем сразу заливать сегмент, который находится рядом. Столько что заливаем, и у нас ничего никуда не сплывется, никуда ничего не перетечет. Даже какие-то яркие контрастные цвета можно рядом прям сразу заливать. Это очень быстро. Не нужно ждать, пока засохнет какой-то предыдущий сегмент. И очень просто в исполнении. Тем самым вы сокращаете время над работой. И можете увеличить количество исполняемой работы. Чтобы сделать военную форму, нам нужны будут два цвета в таких оливковых оттенках авокадо. Цвет называется авокадо. Очень интересный цвет. И мы будем сразу вливать два цвета. Такими пятнышками сначала я... Вот такими пятнами я залила часть. И тут же вливаю другой цвет. Айсинг у нас всплывется, и будет однородная масса, и похожая уже на военную форму. Вот так. И так дальше мы сделаем всю форму. И так далее. 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 Так, встык, прикрепим наш элемент. Вот так вот должно получиться. Далее, пока эта деталь у нас присыхает, далее, пока эта деталь у нас подсыхает, прикрепляется, здесь мы будем создавать красивый цветочный декор, дуга и будет текст. Но для начала нам необходимо немножко прокрасить вот эту структуру нашу, подчеркнуть, чтобы было красиво. Для этого нам необходимо взять широкую кисточку, белый краситель и черный краситель. Сейчас мы с вами начнем декор крышечки для шкатулки на 8 марта. Сначала мы с вами ее оттеним, мы подчеркнем всю нашу фактуру. Для этого нам необходима будет широкая кисточка, белый краситель и можно использовать еще фиолетовый, либо голубой, либо розовый, это уже будет на ваше усмотрение. Я буду использовать фиолетовый. Также нам потребуется палитра. Итак, возьмем на кисточку немножко фиолетового цвета, но много не берите. Кисточка должна быть сухая, это обязательно. И немного белого. Растушуем это все. Посмотрим на цвет. Цвет очень темный мне сейчас здесь не нужен. Кисточка должна быть полусухая, поэтому всю лишнюю краску желательно удалить. И вот такой полусухой кистью под углом очень острым начинаем вот такие вот небольшие прорисовки делать, которые подчеркнут нам нашу структуру. Можно это сделать по бокам, можно и в середине. Я буду делать только по бокам. Темный цвет. Если вы добавите воды, у вас айсинг может размокнуть, во-первых, а во-вторых, так подчеркнуть структуру уже не удастся, потому что он начнет заливаться везде, из-за того, что жидкий. Вот так вот у нас получилось. Кисточку необходимо промыть водой, чтобы она была чистая. Далее мы берем чисто белый цвет, растушевываем его, чтобы кисточка была не такой влажной. И после того, как у нас уже подстынет, подсохнет наш фиолетовый краситель, мы сверху дадим белым. Тем самым мы сгладим контрастность и подчеркнем дополнительно еще раз структуру нашу. Можно все это делать в хаотичном порядке, потому что какие-то определенные траектории движения кисти нам здесь, в принципе, не нужны. Если вы хотите сделать более контрастным краешек, можете это, конечно же, сделать. У меня такой задачи не стоит, поэтому делать я этого не буду. Вот такая интересная основа у нас получается. хочется ее рассмотреть. Непростая заливка. Кажется, более сложная, более интересная. Но дорабатывать ее можно очень долго. Для цветов нам понадобится насадка 101. Это вот такая капелька прямая. Насадка 65. Это такой листочек. Насадка 66. Это тоже листочек, но он большего размера. Из насадки 101 мы будем делать с вами вот такие цветочки. Для этого нам необходим будет пергамент. Вот такие квадратики небольшие. кондитерский гвоздик. Для маков нам необходим будет вот такой красный. Для люпинов или лаванды, там уже на свой вкус, нам нужно будет три вот таких оттенка. Для тычинок маленьких такой желтый цвет. Все, абсолютно все цвета, кроме черного, у нас идут консистенции цветы, чтобы они у нас держали форму, все было объемное и красивое. Черный у нас консистенции контур. Он будет использоваться только в маках. Также нам потребуются синтетические кисти. Широкие, плоские и узенькие круглые. Для того, чтобы нам начать нашу композицию, мы сначала должны прикинуть, где же у нас будут находиться какие цветы. Я всегда советую композицию начинать с крупных элементов, крупных деталей. Самые крупные детали это будут у нас маки, а остальное уже будет как дополнение по нисходящей. То есть, вот здесь у нас будет самая широкая часть, тут меньше, меньше и сходить совсем на нет. То есть, такое, как месяц дуга. В центре у нас будет напись с 8 марта. Я вберу карандаш и такими небольшими штрихами рисую, где у меня что будет находиться. Если вы захотите делать цветы очень крупными, можно их делать не полностью рисовать, а, допустим, как будто немножко кусочек залезает на эту часть и серединка уже будет примерно где-то здесь. То есть, я себе сделаю наметки такие, что мак у меня будет где-то здесь. Дальше мак я сделаю чуть мельче вот с этого края и буквально один лепесточек будет у меня вот здесь вот вылезать. Сейчас мы с вами их прорисуем, маки, а дальше уже будем дополнять другими цветами. В основном это будут белые цветы, которые мы сделаем из насадок и потом уже более мелкие пойдут у нас цветочки, люпины и всякие такие маленькие штрихи, которые будут дополнять нашу композицию. Маки у нас достаточно произвольной формы, поэтому здесь не будет правильного или неправильного. Начинаем мы с того, что сначала мы прорисуем контур нашего мака, пусть это будет не очень ровно, мак, он вообще не идет как ровный какой-то цветок. Вот один такой лепесточек у нас будет. Второй у нас будет туда заходить. Третий вот так. Нарисовали часть мака. Можем сразу нарисовать тот, который у нас будет рядышком. и здесь совсем один лепесточек для равновесия. Вот такой у нас получился. Вот такие у нас получились контуры маков. теперь мы начнем с вами делать именно структуру, фактуру этого мака. Для этого нам необходимо выложить айсинг на краешек нашего лепестка. Не бойтесь, много не будет, нужна такая прям объемная корка. Видите, какой объем? дальше берем кисть. Если у вас крупный цветочек, больше 5 см, можете взять плоскую кисточку. У меня 0,4 см. Намочить кисть, но главное, чтобы с нее вода не текла, она была просто немножко увлажненная, чтобы ваш айсинг не прилип не прилип к ней. И аккуратными движениями не вот так кисточку держим под углом 90 градусов, а под очень-очень острым уголком. И очень-очень аккуратно начинаем весь наш айсинг свозить к серединке. Не забывайте кисточку немножко промакивать, но так, чтобы она была только немножко увлажнена, иначе у вас весь айсинг расползется. И вот такими движениями начинаем сводить все это дело к центру. Если вам хочется большей рельефности, вы можете взять кисточку потоньше и дополнительно прорисовать такие ложбинки. Тогда получится более рельефный объемный рисунок. Не обязательно тут все закрашивать, потому что тут будет крупная серединка. примерно такой мак у вас по идее должен получиться. И дальше таким же методом начинаем прорабатывать все лепесточки наших маков. Я советую делать по одному лепесточку, потому что густота это очень плотно и сохнет очень быстро. И даже я не рискую делать это все сразу. Поэтому по одному лепесточку. Можете, кстати, и ребром этой кисточки проходиться, если у вас нету, если у вас нет тоненькой. лепесточки для более маленьких листочков лепесточков я возьму тоненькую кисточку, потому что широкую будет тяжело работать. Либо плоскую, но такую поменьше. Я возьму просто вот такую у меня. лепесточки лепесточки и лепесточки кисточку. Если у вас какие-то неровности случились, ничего страшного, можете прям добавить айсинга и тут же пройтись сверху. Не тяните много айсинга к серединке, потому что серединка у нас должна быть пустая. Мы с вами займемся цветочками, которые у нас будет сделан насадкой. Крепим наш пергамент на айсинг. Берем наш пакет с айсингом. Насадку мы держим всегда узким краем от себя. Если у нас центр вот здесь, то широкая часть должна стоять на центре. Насадка должна быть при этом цветочки всегда лежа, то есть она должна прям лежать на нашем гвоздике и вот такими как петельками у нас получаются лепесточки. Вот один лепесточек. Всегда старайтесь насадку подвести под лепесток, чтобы сам цветочек получался аккуратно. второй третий четвертый и пятый можете сделать более такие широкие вот такие у нас цветочки получаются симпатичные этой же насадкой можно сделать более крупный цветок. Делаем все то же самое только мы делаем не просто петельку а вот такими вот зигзагообразными движениями и таким образом у нас получается что лепесток в несколько раз больше может быть. Вот таким вот образом дальше вот видите насколько больше сравнивать с этим цветочком и более рельефный я думаю нам нужны и большие и маленькие цветочки поэтому можете сделать и большие и маленькие потренироваться нам нужно будет буквально три больших четыре маленьких то есть не сильно много но вы можете потренироваться и оставить ваши цветочки на будущее они могут лежать очень долго и всегда могут пригодиться буквально через полчаса час наши цветочки высохнут мы можем их снять с пергамента и начать с ними работать наши маки немножко подстыли и сейчас мы добавим в них серединку мако серединка зеленая мы воспользуемся тоже густотой под цветы серединка у нас не будет гладкая потому что это коробочка и хочется ее сделать более такой настоящий поэтому будем использовать именно эту густоту как мы сделаем сначала основу то есть такими круговыми движениями нарастим наш объем таким образом дальше для правдоподобности сделаем лучики которые пойдут от начала и к серединке таким образом коробочка маковая она будет прям как настоящая вот так так также у нашей коробочки вот такая вот красивая верхушка мы ставим запятую и ведем ее к центру и получается такой импровизированный цветочек вот такого объема который мы с вами потом еще и прорисуем то же самое мы сделаем нашими маленькими цветочками наши цветочки подсохли мы их сняли с пергамента и сейчас будем аккуратненько составлять композицию опять же у нас идет все от крупного к мелкому поэтому вот эти вот наши пустые места мы заполняем более крупными цветочками если что-то на что-то будет заходить ничего страшного это совершенно нормально если уж совсем страшно можете взять цветочек такой поменьше если хочется вот так вот можно сделать вот так вот я все это дело оставлю принципе мне все нравится сейчас мы с вами их прикрепим для этого нам необходимо будет взять любой из айсинга я возьму зеленый потому что у нас здесь будет еще много листочков лепесточков поэтому зеленый вполне подойдет выдавим немножко айсинга и аккуратно придать на цветочек вот такая дуга у нас сейчас получается пока еще выглядит не закончена мы с вами возьмем такой бледно-желтый цвет тоже густоты под цветы сделаем тычинки нашим цветочком маленьким просто посадим небольшие точечки они могут быть круглыми могут быть такими как с цыпочками острыми это уже на ваше усмотрение здесь фантазия ваша должна работать уже дальше мы нарисуем цветочки вот такие фиолетовые они у нас должны располагаться по траектории стебля поэтому сначала мы нарисуем стебли я хотела чтобы у нас на нет композиции сходила сходила поэтому стебель очки у нас будут завершать нашу композицию мы соответственно до конца они доходить не должны так же мы добавим их между цветами но не так навязчиво чтобы у нас все равно какой-то воздух был буквально вот нескольких местах далее мы берем самый темный цвет и начинаем уже насаживать на наш стебель вот такие вот запятые чем выше по стеблю тем они получаются мельче и совсем сходят на нет это больше похоже на люпины тоже полевой такой цветок у нас композиция вообще такая полевая полевых цветов поэтому здесь они будут очень уместны уже начинает красота появляться потихонечку делаем такие запятые которые у нас цепляются к нашему стебелечку ставим жирную точечку и вниз ведем точечку и вниз вот пока что вот так у нас получается смотрим где еще есть места где бы нам хотелось добавить это фиолетового цвета и просто уже как основу даем не обязательно прям цветочки вырисовывать так чтобы было понятно что там тоже что-то фиолетовое есть дальше мы берем тон светлее и уже поверх нашего темного тона делаем тоже самое тогда у нас получится объем и от цвета и от дайсинга будет очень красиво так далее самый светлый тон это уже по желанию мне хочется на верхушке чуть-чуть посветлее тон дать прям буквально несколькими такими точечками наживить цветочек и даст дополнительный объем вот таким образом дальше нам нужно будет с вами поработать насадками листиками насадка 65 может делать такие маленькие листики вот такими движениями можно сделать более большой такой листик покрупнее вариаций не особо сильно много насадка можно такой листочек сделать то есть вот буквально несколько вариантов с одной насадки 66 насадка она в принципе у нее такой же но просто чуть-чуть покрупнее такой листочек такой крупный можно вот такие большие сделать уже по вашему желанию смотрите соответственно композицию где-то нужно большой листик где-то не очень начну я с крупных конечно же стараемся насадку под цветочек засунуть если у вас не совсем ровный конечек аккуратненько подправьте вот так дальше я возьму насадочку поменьше и лепесточек поменьше и уже в таких труднодоступных местах пройдусь тоже лепесточками особо сильно увлекаться я не советую конечно потому что сильно много зелени тоже не очень красиво получится дальше нам необходимо будет дорисовать какие-то мелкие детали без насадки просто айсингом и можно делать как цветочки так и просто какие-то полосочки лепесточки можно делать таким образом похоже на запятую но вытягивать кончика получится маленький-маленький лепесточек я буду дорисовывать такие небольшие стебелечки на которые я посажу потом беленькие какие-то цветочки где-то листики то есть мы забиваем вот это наше пространство которое осталось как бы пустым уже какими-то мелкими мелкими деталями чтобы у нас не оказывались дыр каких-то больших тогда у нас получится настоящее поле добавлю белым такие маленькие цветочки не знаю существуют ли они в природе но они очень хорошо нашу композицию разбавляют получается настоящее поле можно где-то светло-фиолетовым дать тоже такие маленькие цветочки разбавить всегда идем при построении композиции от общего к частному можно наподобие лепинов что-то сделать только беленькое вот такая красота у нас получается сейчас мы еще доработаем маки потому что в них у нас будет прорисовка будет потому что в них у нас будет еще прорисовка кистями и доработка там такие маленькие черненькие как зернышки еще мне хочется немножко светло-фиолетового добавить чтобы у нас этот фиолетовый цвет сильно не выделялся вот такая вот также на всех белых листочках мы можем пройтись кистью и задать определенный тон либо же это будет в красные оттенки либо фиолетовые это все на ваше усмотрение можно не давать соответственно сейчас мы напишем здесь с 8 марта текст я тоже приложу в виде картинки вы сможете скачать на сайте писать я буду красным я напишу от руки повторюсь что можно использовать карандаш сейчас я посмотрю как у нас это будет все выглядеть на шкатулке чтобы понять где мне писать текст вот так у нас выглядит шкатулка текст я думаю написать прямо так чтобы у нас все красиво совпало и получилась такая праздничная шкатулка писать можно контуром либо пайпингом вы можете себе карандашиком помочь либо же воспользоваться трафаретом но так как у нас неровная поверхность и достаточно мелкий шрифт вы можете воспользоваться карандашом помочь себе либо же копиркой но на неровную поверхность соответственно копирка не очень ровно ляжет тем более у нас поверхность неровная поэтому я воспользовалась карандашом и так и так и так и так и и так и так и так и так если вы хотите сделать разные толщины буковки где-то на загибе сделать более такую широкую полосу лучше конечно пользоваться консистенцией пайпинг она вам даст возможность нарастить айсинг и будет все гладенько красиво ровно контур он дает такую более плотную консистенцию поэтому рассчитан на более простой шрифт для вас ух и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая боковая часть у меня получилась Сейчас все это немножко подсохнет Мы с вами займемся прорисовкой кистями Подготовили палитру Взяли соответственно зеленый, красный, фиолетовый, белый, коричневый На всякий случай И сейчас мы займемся прорисовкой У мака вот эта вот часть, как бы серединка Она достаточно темная, поэтому мы ее сейчас с вами прорисуем темным цветом Возьмем красный цвет Немножко смешаем с коричневым Опять же, кисть не должна быть полностью влажная И аккуратно от центра Вот такими аккуратными мазками начинаем прорисовывать До края лепестка мы не идем Потому что у нас темный цвет только в серединке у мака Все то же самое проделаем с остальными маками Далее возьмем зеленый цвет Прорисуем всю нашу зелень В основном это листики И, соответственно, наши коробочки Вы можете не все прокрашивать Буквально вот так вот кисточкой пройтись Потому что все равно у нас где-то светлее, где-то темнее Для белых цветочков я воспользуюсь фиолетовым Но совсем-совсем немножечко Буквально прям штришочками оттенить Чтобы у нас белые пятна таки не были Агрессивно не выглядели Прям совсем-совсем немножко Если где-то немножко получилось, что у вас очень яркие цвета Вы можете аккуратно кисточку промыть И влажной кисточкой аккуратненько убрать лишнее Айсинг позволяет это сделать без каких-либо потерь Без каких-либо потерь в качестве Белые цветочки у нас уже не выглядят как пятна Уже сравнялись с общим тоном Немножко растушую Фиолетовый цвет, чтобы было все поаккуратнее И пройдусь белым цветом По краешкам маков И по фиолетовым цветам Чтобы они тоже не были очень агрессивными Аккуратно Такими вот движениями Белый сильно не закрасит цвет Он потом немного впитывается И остается всего лишь полутон Но нам этого будет достаточно И пройдемся по краешкам Именно поперек Чтобы оставить такие белые полосочки Нужно обязательно поперек проходиться Иначе у вас все прокрасится И будет сплошной белый тон Прям аккуратненько Штрешочками такими Вот так Необходимо в маке сделать вот такие маленькие черные точечки Разбросать их У самого основания Там, где у нас вот эта коробочка Серединка И то же самое сделать на всех маках Спасибо, что были с нами Всю информацию Вы можете найти ниже Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал С вами была я Ира Лямина До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал